Изицепт макаронов по-итальянски, ну или по-испански похую. Да-да блять, именно макаронов. Сейчас в гей среде стало модным называть макароны пастой. Так вот, если ты говоришь паста, то иди сука жри зубную пасту. Итак, сначала нам нужно отварить макароны. Будем делать это двумя способами. Классика, то есть в мисочке на плите. Ну и модный способ в микроволновке. Не все знают, что в микроволновке можно сварить макароны, поэтому рассказываю как это сделать. Берешь посуду, подходящую для микроволновки, ну в данном случае керамическую мисочку. Высыпаешь туда макарончики, и заливаешь кипящей водой, которую ты вскипятил в чайнике. Заливать кстати нужно чтобы чуть-чуть их вот прикрыть. Соответственно после того как ты залил кипяток в макароны, дальше тут же ставишь эту мисочку в микроволновку, под мисочку поставь тарелочку, потому что если вдруг вода начнет перекипать, чтобы она не уделала всю печку. Тарелочку помыть проще, чем отмывать потом печку. А на микроволновке задаешь самую минимальную мощность, которую она может изрыгнуть, ну как правило это 180 ватт, и ставишь на 5 минут. Соответственно через 5 минут макароны сварятся, их нужно будет откинуть, то есть вытащить из воды, и собственно говоря жрать. Конечно не забыв посолить по вкусу. Некоторые добавляют соль в воду до момента готовки, якобы так оно лучше солится, но мне кажется это вариант не очень хороший, во-первых потому что если соль едированная, то от температуры весь йод оттуда выйдет, а во-вторых, ну все любят разную степень солености, и досолить всегда проще, чем выпаривать соль, если ты пересолил. Для того чтобы макароны стали итальянскими или испанскими, нужно добавить специальный соус. Но вообще если по-взрослому, то его нужно делать самостоятельно. То есть берешь перец, потом ошпариваешь в кипятке помидоры, чтобы снять с них кожицу. Добавляешь порезанный лучок, посыпаешь все молотым перцем, ну в общем вот этой всей хуйней занимаешься, а потом все это тушишь в большой сковородке. Но мы этим заморачиваться не будем, и купим сразу готовый соус, кажется он называется болонезе. Так вот захуячиваешь значит в макарончике этот соус, и хаваешь. Теперь что касается обычного способа, то есть приготовления макаронов на плите. Берем ковшик, заливаем туда воду, ну для ускорения процесса я тоже наливаю сразу уже горячую из чайника. Тут спрашивали как сделать так, чтобы макароны не слипались без масла, ну как вариант можно добавить вот туда такой вот бальзамический сука уксус. Это абсолютно омерзительная вещь для салатов, которую приобрела Изи Вайф, непонятно зачем, и теперь непонятно что с ней делать. Ну или капельку масла, все-таки я считаю, что капельку масла надо добавлять, чтобы макароны были рассыпчатые. Соответственно дожидаешься пока вода закипит, хуячишь туда макароны, ставишь плиту на максимальную мощность на пару минут, потом через пару минут мощность убираешь. И варишь макароны 10 минут, ну или сколько там написано на пачке. В зависимости от сорта макарон их нужно варить разное время. Не забудь накрыть крышкой, и следи за тем чтобы вода не выкипела через крышку и не залила плиту. Также где-то раз в пару минут макароны надо помешивать. Соответственно после того как макароны сварились, точно так же выхуячиваем их в мисочку, но некоторые пользуются дуршлаком, я обычно беру такую лопатку с дырочками. Если нет ни дуршлака, ни ложки с дырочками, то макароны можно слить, прикрыв крышкой кастрюлю и аккуратненько вылив воду в раковину. Значит выкладываешь это все, заливаешь тот самый соус, опять-таки солишь сколько нужно, и собственно говоря жрешь. Помогло или просто понравилось видео, тогда ставь лайк и подписывайся на канал.